Знаете, что мне меньше всего нравится в GoodRam HX100 на 512 гигабайт? Не объем, не цена, не внешний вид, не компактность или функциональность. Все на месте, все хорошо. Относительно, мне не нравится избыточность. Это беда не только HX в целом, но на это сразу обращается внимание. Цена накопителя 2700 гривен или около 100 баксов за версию на полтерабайта. И, если вы помните обзор GoodRam HX100 на 512 гигабайт, который делал мой коллега, то есть я, Денис Зайченко, где-то здесь, то там я сэмпл хвалил за скромную цену при удовлетворительной скорости. Из идеи себя так не выйдет уж, извините. Хотя, скажем, комплект поставки более приятный. В коробке помимо накопителя находится кабель USB-C на USB-C, а также сразу на нем переходник с USB-C на USB-A. И благодаря этому вы сможете сразу же из коробки использовать GoodRam HX100 на 512 гигабайт, хоть с компьютером, хоть с консолью, хоть с ноутбуком, ультрабуком, без Type-A портов вообще. Визуально HX100 прост, как и HL100. Компактный, почти плоский металлический накопитель, неразборной, с плоскими боковыми гранями. И, к сожалению, не плоскими верхними и нижними гранями, поэтому вертикально в правильную позицию его не поставить. К сожалению. Индикаторы работы находятся рядом с портом USB-C. Простите, версии USB 3.2 Gen 2. Или языком простых и нормальных людей, USB-C на 10 гигабит. С обратной стороны ничего нет. Надписи на корпусе минимальные. По характеристикам, диск обещает скорости вплоть до гигабайта в секунду на последовательном чтении записи. При том, что в корпусе спрятан диск не SATA 3, как это было с HL100, а целый PCI-Express 3.0X4. Контроллер неизвестен, зато известен типоразмер 2242. Что странно, потому что на 30-летие Wilk Electronic мне говорили, что GoodRam такие типоразмеры не делает. Видимо, делает, но не показывает. А, да, и память 3D-TLC NAND. Помимо 512-гигабайтной модели, будут доступны также варианты на четверть и на полный терабайт. Объем наработки на отказы у них 170, 330 и 660 терабайт, в зависимости от объема. Гарантия ограниченная 3 года. Тестовый стенд я использовал с материнской платой Astroch X570 Extreme 4, втыкая накопитель то в порт USB Type-A 3.2, то в один единственный Type-C. Диск заранее проинициализирован в системе. Доступны становятся 477 гигабайт пространства. Правда, в XFAT, не NTFS. Скорости вы сейчас видите сами, и да, честного гига в секунду мы не видим. Но GoodRam его и не обещала. Но даже на рандоме, даже при этом, даже на рандоме, скорости весьма приличные. Также отмечаю, что мое опасение по поводу нагрева не подтвердилось. GoodRam HX100 на 512 гигабайт почти не греется. В CrystalDiskInfo упорно пишется 40 градусов. Корпус на ощупь теплый, не горячий, но теплый. При этом это суть радиатор, так что сам диск будет в порядке, не переживайте. Теперь, два нюанса. Во-первых, работа по кабелю USB Type-A, переходнику USB Type-A, порой глючит и скорость режется в 3 раза на последовательных тестах и в 2 раза на тестах рандомных. Вы, собственно, видите их сейчас. При этом, воткнув этот же кабель в разъем Type-C на плате, я, собственно, обещанной скорости и получил. Почему так? Не имею понятия. 300 мегабайт в секунду все равно больше, чем у любого HDD, то есть жесткого диска, но меньше, чем у HL100. И вот второй нюанс касается именно HL100 и резаных скоростей. Внутри HX100 содержится накопитель PCI-Express 3.0 на 4 линии, который, по-хорошему, должен выдавать скорости по 3000 мегабайт в секунду. В худшем случае до 2000. На последовательной скорости и последовательных тестах, но все же, это зависит от контроллера в первую очередь. Но, тем не менее, 4 линии PCI-Express 2000 мегабайт в секунду как бы к адекватному контроллеру обязывают. Но HL100 выдает скорость в 2 раза ниже худшего из вариантов и в 3 раза ниже лучшего. Ну, то есть, да, половина скорости уходит в молоко. И да, я понимаю, почему это делается. У GoodRam нет в ассортименте PCI-Express на 2 линии, как у некоторых других производителей. А как бы USB 3.2 Gen 2, то есть 10 гигабит, больше, условно, 1200 мегабайт в идеальном случае, ну или в реальном случае 1000 мегабайт, больше гига в секунду не пропускает. И поэтому, да, использовать 4-линейную модель выгоднее, чем создавать новую, только чтобы засунуть ее в металлический чехол. Так что, да, я понимаю это решение на 128%. Мне просто за упущенную скорость обидно. Хотя впечатление от диска это не портит. Задача любого SSD запускать игры многократно быстрее, чем жесткий диск. И GoodRam HX100 на 512 гигабайт справляется с этим чисто брутфорсно, за счет 100-кратно более высоких рандомных скоростей. А рекомендую ли я его на фоне HL100? Вполне могу, но не себе. Я чебурек жадный, мне не так важен тип SSD, как само его наличие и емкость. Но, если у вас есть деньги на HX100, то можете доплатить. Двухкратный прирост скорости загрузки игр вы не получите, я вам гарантирую. Но так и разница в цене между дисками не двукратная. Так что, да, рекомендую. И на этом у меня все. А в комментариях напишите, хотели ли бы вы, чтобы я провел громаднейший тест внешних накопителей. Жестких дисков, SSD-шников и не только. Банально, по скорости загрузки, там, Fallout 4 в Бостоне, там, 7 или 8 моделей. Пишите, просите, не стесняйтесь. Как обычно, если хотите поддержать ведущего, то ссылочка на мой Patreon будет в описании под видео. Доллара в месяц будет с головой достаточно, это, если что, 25 гривен, чтобы меня порадовать. Но, если что, я буду рад и лайку, подписки, да колокольчику. А YouTube-то как будет этому рад. И нам будет больше поводов делать новое видео. С вами был Денис Зайченко и канал RootNation. Спасибо за просмотр и всем пока.